Вы никогда не думали, какие необычные находки можно найти в старых домах? Да, всем привет! В штате Джорджия рабочие делали ремонт в старом доме и обнаружили, можно сказать, необычный, кому-то покажется даже жуткий клад. В нем было больше тысячи человеческих зубов. Возникли даже слухи, может это маньяк? Ну или зубная фея с наклонностями маньяка. Но оказалось все не совсем так. В 1900 году там жил стоматолог Кларенс Виттингтон, а после него еще один врач. Но вот зачем два незнакомых человека, врача, собирали в одно место человеческие зубы, а потом и спрятали их, остается непонятно. Ученые просто теряются в догадках, но находка пойдет в местный музей. А такую загадку обнаружил парень в стене купленного дома, делал ремонт, точнее в ванной. Да, это лезвие, почти пол ведра лезвий. Но кто и зачем, и с какой целью их туда замуровал? Парень даже думал, что это может быть какой-то мистический обряд. Я спорить не буду, но думаю все было так. В 1960-х годах примерно так выбрасывали лезвие. Вот в такие вот отверстия в стене. Ну а потом кто-то это банально все замуровал. Ну или это обряд для открытия портала в другое измерение. Ну должно же кому-то повезти по-настоящему, правда? Вот новый владелец дома, опять же в ванной, нашел потайную дверь. А за ней тайничок с пакетом. В пакете оказалось пару баночек и записка. И еще один пакет. Вот в этой банке, это у нас здесь были обезболивающие, были монеты. Они только из серебра. В другой были разные уже. В пакете оказалась заколка на галстук, серебряная цепочка, возможно с часов, и два золотых кольца. Одно такое немаленькое, но то, что поменьше, оказалось бриллиантом. Парень решил все оставить себе. Ну дом-то его, он его купил. А что написано в записке, увы, я не знаю. В доме, если вам повезет, ну если это можно считать, что повезло, можно найти кучу меда. Ну правда диких пчел. Их даже на тепловизоре видно, если посмотреть. Но владельцы так испугались, что вызвали нужные службы. Чего испугались? Так стена начала гудеть и издавать непонятные звуки. Вот для масштаба, присмотритесь, окно и соты меда. Когда достали, то вышло почти пять ведер, сладкого и полезного. Я помню, у нас тоже когда-то жили, но мы доставали сами, целый тазик был медом. А если вы купили дом, и он, карстовая пещера, да, когда-то там кто-то жил, то там можно найти такое. Да, дело было на юго-востоке Армении. Что это? А на что похоже? Уверен многим на обувь. Замечу, обувь с настоящей кожей, толщиной 2 мм, сделана из одного большого куска, может быть мамонта. Это у нас бронзовый век, по годам примерно 3600-3500 лет до нашей эры. Понимаю, кто-то скажет, странная какая-то обувь. Да нет, то просто мы привыкли к современной, а тогда это была норма. Вот где странная современная обувь. Да, находка примерно 37-го размера. Трава внутри, скорее всего, для поддержания формы. Когда обувь снимали, ставили на тумбочку возле телевизора, туда напихали траву, чтобы форму держала. Находка, понятно, что пойдет в музей. Ну и последняя находка, точнее находка, моего подписчика. Как он говорит, нашел в доме бабушки. Там было много чего интересного и непонятного. На первый взгляд, современному человеку. Но кое-что увидим и мы. Как вы уже поняли, это подстаканники. Раньше таких стакан с чаем ставили, когда горячим, помните? Два оказались из Мельхиора, периода СССР. Они не очень дорогие. А вот третий, смотрите, гравировочка есть, гласит 1912 год. Это еще царский, он полностью из серебра. Забегая наперед, уточню, оказался весом почти 150 грамм. Были еще и карты. Может быть, были у кого-то такие, помните? И необычная фляга для воды с быком. Но вернемся к подстаканнику, вот к этому. Подписчик прислал его мне. Зачем? Ну, чтобы я вам показал и попробовал продать. Вот, хорошо видно пробу 84. Такой подстаканник удалось продать тогда, примерно за 170 долларов. Понимаю, кто-то скажет, мало. Конечно, хотелось бы миллион, но вещь стоит сколько? За сколько ее готовы купить там, где она продается? Напишите только честно, как вам данное видео? Решил делать чуток по-другому? Ну так, для разнообразия. Стоит игра свечи или не стоит заморачиваться? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова